Дети бедных людей становятся тоже бедными. Деньги – чертовски интересная штука. Когда ты за ними гоняешься, они от тебя убегают. Деньги придут сами. Бедность – это страшная напасть, она заражает. Она наступает вследствие того, что мы живем среди бедных людей, которые приняли бедность как форма и даже смысл своего существования. Другие люди, которые проживают рядом с ними, автоматически, натурально, естественно, становятся тоже бедными. Это означает следующее, что дети бедных людей, видя примеры других бедных людей, с огромной вероятностью становятся тоже бедными. Если человек наполняет себя постоянно вещами, событиями, проживаниями, эмоциями, которые его обедняют, он автоматически становится бедным. Или наоборот. Если человек постоянно практикует наполнение себя обогащающим чем-то, человек автоматически становится богатым. Мы вдыхаем и выдыхаем. Опять вдыхаем и выдыхаем автоматически. Мы не думаем, когда мы вдыхаем. Деньги приходят в нашу жизнь примерно так же, как вдох. И деньги уходят так же, как выдох. Насилие, зарабатывание, вот это вот слово такое, оно имеет энергетику, это погоня за ускользающим. Это когда ты на выдохе пытаешься задержать воздух. Зарабатывание денег – это такая история само-рабства, истязания себя в достижении ложной цели. Но человек, находясь в этом беге, конечно, этого не видит. Человек себя истязает до изнеможения, что и называется бедность. Есть постоянное желание найти какую-то формулу счастья, успеха, какой-то рецепт найти, да? Но это очень сильный тормоз в жизни людей. Ну, представь себе, ты на лодке ловешь, и деньги – это твои весла. Но если ты все, что ты делаешь, ты постоянно думаешь о веслах, а не о том, куда ты гребешь, с кем ты гребешь, что у вас в лодке, ну, то есть о деле, о каком-то замысле, да, то ты точно никуда не пригребешь. Деньги придут сами, когда ты не будешь их зарабатывать, а когда ты сделаешь нечто иное. Тогда деньги придут сами к тебе. Деньги – чертовски интересная штука. Когда ты за ними гоняешься, они от тебя убегают. Тот, кто их пытается заработать, у него их мало. Ему не хватает, он никак не может их заработать. Почему? Ну, потому что. Есть другая история. Деньги где-то группируются, да, есть места, где вот, прямо если ты посмотришь, да, прямо там вот как будто вот фонтан денег. Ну, например, известные фонтаны денег – это всякие финансовые пирамиды. Например, биткоины. Свыше 100 миллиардов долларов вкинули в эту мировую игру. Поэтому, если ты хочешь, чтобы деньги нашли тебе, ты должен стать организатором игры. Очень важно делать то, чего не делают другие. А это сразу видно, что люди с особым самовосприятием. Первое. Я могу сделать, чего другие не делают. Я хочу это сделать. Я уже делаю эти штуки. Я экспериментирую. Я 120 раз пробую что-то другое сделать, чтобы выделиться. Я предощущаю, что в этом месте может случиться феноменальное, выдающееся, то, чего не случится там, где все правильно. Там все правильно, там все хорошо. Но там феноменального точно не произойдет. Субтитры создавал DimaTorzok